К эфиру присоединяется военный аналитик Ян Матвеев. Ян, добрый день. Добрый день. Как всегда, рады видеть вас в эфире Молдова-1. Ян, прежде чем говорить о контрнаступлении, информация этого часа – мощный взрыв в российском Таганроге. Официально причины не называют, в телеграм-каналах пишут о ракетном ударе. Думаете, это вероятно? Ну, конечно, такую вероятность нельзя исключать. Уже губернатор вроде как сказал так туманно, что взорвалась ракета. Действительно, воронка там довольно большая и пока не очень понятно, что случилось. Может быть, все что угодно, начиная от, собственно, ракетного удара, заканчивая снова упавшей, скажем, авиабомбой российской, как уже было с Белгородом, например. Но нужно смотреть подробности, пока слишком мало информации. Но взрыв действительно был мощный, судя по всему, от какого-то боеприпаса. Старомайорское на западе Донецкой области освобождено. Насколько это значимо и открывает ли это путь к освобождению Запорожской области, который называют направлением основного удара? Ну, я бы не стал говорить, что это какой-то там прям значительный зеленый пункт, там имеет ключевое значение. Просто в СУ ввели за него борьбу и, собственно, вот уже смогли освободить, сделать, по сути, следующий шаг. Тут надо понимать, что чем больше этих шагов будет со стороны ВСУ, тем дальше они будут уходить от тех самых передовых российских позиций, которые были максимально подготовлены. Где больше всего мин, где лучше всего российская армия была готова встречать наступающих. То есть, соответственно, чем глубже они заходят в линию обороны российскую, тем, возможно, им будет дальше проще. Ну, так подозревают. Соответственно, каждое такое освобождение, даже, может быть, небольшого села какого-то или района, оно уже говорит о том, что вот проникновение в эту линию обороны идет, и дальше все может пойти быстрее. Ян, западные СМИ, каждая со ссылкой на свои источники, сообщает о начале нового этапа наступления ВСУ. Нью-Йорк Таймс называет этот этап основным и пишет о вводе резервов. По вашим наблюдениям, это действительно так? Пока я не вижу какого-то прям масштабного, скажем, масштабной второй волны наступления. Активизация действительно есть, но пока это все-таки похоже на те же не очень большие, не очень масштабные атаки, которые были и в самом начале этого наступления, в июне. Чего-то более масштабного точно не видно, но, возможно, это только начало. Посмотрим. Но, действительно, активизация пошла, был такой довольно длинный период некой паузы, когда ВСУ проводили формирующие операции. Вот, возможно, сейчас они попробуют, но время у них еще как раз летнее есть, чтобы успеть достичь каких-то весомых результатов. Ян, вы упомянули оборонительные линии, которые удалось создать российским войскам. Сейчас есть сообщение, что ВСУ вплотную приблизились к противотанковым рвам, к этим зубам дракона. По оценкам Американского института изучения войны, первая линия обороны местами сломлена. Понятно, что это еще не прорыв, но когда его ждать? Ну, надо смотреть, судить именно по ситуации. Действительно, есть видео, где украинское БМП въезжает в противотанковый ров, а дальше стоят вот те самые пирамидки бетонные, которые называют зубами дракона. Но также надо понимать, что вот эта линия обороны, во-первых, их несколько российских подготовленных позиций, во-вторых, они не линейно располагаются, какие-то могут быть ближе к передовой линии фронта, какие-то чуть дальше. И если в одном месте, скажем, ВСУ уже дошли до этой линии, не значит, что это происходит везде, скажем, или что вот они вышли на какой-то определенный уровень. Но это в очередной раз подтверждает продвижение ВСУ. То есть оно есть. Да, оно может быть не такое масштабное, как кому-то хотелось бы, но оно есть. И тут возникает главный вопрос, сколько российская армия еще сможет продержаться в этой обороне. Потому что все это может идти неравномерно, все эти атаки. То есть, да, долгое время ВСУ атаковали, топтались, по сути, на одном месте, изнашивали российскую оборону. Но если прорыв произойдет, дальше наступление может пойти гораздо быстрее. Вот посмотрим, вот сейчас вот эта активизация, что она покажет. Как раз, возможно, ВСУ решили, что пришло время нанести тот самый решающий удар. Посмотрим, к чему это приведет. А вот Украина, судя по всему, уже довольно активно применяет кассетные боеприпасы, поставленные США. Они меняют ситуацию на фронте? Пока сложно сказать, чтобы прям что-то кардинально поменялось. Уже действительно есть кадры применения и вроде как успешного применения. Но тяжело пока анализировать, просто слишком мало информации. Однако их действительно применяют не только, кстати, на Запорожском фронте. И в районе Бахмута, и в районе Солидара тоже. Есть уже некоторые отзывы с российской стороны. Российские так называемые военкоры пишут, что довольно тяжело приходится солдатам под давлением таких обстрелов. Потому что это действительно масштабный такой обстрел, который идет по большой площади. И заставляет все время прятаться, скрываться в укрытиях. Что как раз может быть на руку атакующим. То есть они могут таким образом прикрывать свое наступление. Плюс также есть мнение, что можно использовать эти снаряды в контрбатарейной борьбе. Для того, чтобы повреждать технику, артиллерию, боеприпасы и так далее. Которые находятся неподалеку от линии фронта. Яна, вот недавний взрыв на Крымском мосту. Понятно, что беспилотниками критический ущерб нанести нельзя. Ожидать ли более существенных ударов с учетом того, что Киев называет мост легитимной военной целью? Я думаю, что других ударов, конечно, можно ожидать. Насколько они будут существенны, сложно сказать. Потому что это зависит от возможностей. И тут в теории, конечно, можно больше взрывчатки погрузить на какую-нибудь лодку или еще на что-нибудь. Но ее тогда будет проще заметить, обезвредить, уничтожить по пути к мосту. Я думаю, что сейчас они, конечно, усилили. Ну, российские войска усилили оборону моста и внимательность свою. Но я думаю, что здесь ВСУ будут использовать тактику примерно такую же, как использовали с Антоновским мостом, который через Днепр, когда его обстреливали хаймарсами. И он каждый раз получал такие не очень большие повреждения. И все писали, ну вот, он не разрушен, все. Но снабжение по нему постепенно становилось все хуже, хуже и хуже. И вот с Крымским мостом то же самое может быть. Ведь если его регулярно, скажем, атаковать дронами и регулярно повреждать, его будут постоянно закрывать на ремонты, на всякую там радиобезопасности. И это, соответственно, ну какая разница, мост разрушен или просто закрыт для проезда. Все равно груз по нему не провести. Вот я думаю, что они такую тактику будут пытаться использовать. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Огромное спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. До встречи.